21 том книги «Открытым оком», вопрос номер 3447, тема «Община». И что теперь с нами будет после подписания вчера акта о каноническом признании патриархии и зарубежной церковью друг друга? В акте сказано, что для прихода в зарубежные церкви на территории России в видах снисхождения дается пятилетний срок полного слияния, сращения с патриархией, а пока будет векарный епископ Евтихий с полным выходом из-под руководства РПЦЗ, а подчинением патриарху. «Кого вы теперь будете поминать на богослужении? Как же вы теперь будете высказывать свои несогласия с патриархом, свои критические замечания в адрес патриархии, как обычно это делали раньше? Придется быть, как все, умолкнуть и сопеть в тряпочку?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Мы этот вариант обговаривали и не раз, так что врасплох тайные страницы нераспечатанного акта нас не застали. Это их обычное коварство и безбожество. Говорили об единой чаше, а на самом деле задача стояла очень четко – уничтожить приходы РПЦЗ на территории России. Эти приходы часто были обличительным глазом на безумство и предательство патриархии, ее архиереев, дельцов от религии. Согласиться с этой авантюрой акта – это все равно, что в плане Риббентроп-Молотов добровольно согласиться на вхождение Эстонии в Союз. «Тут и крышка их свободе пришла, как и нашей. Если мы согласимся на подписанный уже вариант акта, который вообще никакого отношения не имеет к решениям, принятым на 4-м всезарубежном соборе, то мы навсегда теряем связь с русской православной и зарубежной церковью, по домофорам которой мы состоялись как община. Местный же епископ уничтожит нас одним розчерком своего злонравия. Он посягнет на батюшку, на деревню и на лагерьстан. Согласиться на этот шаг, на епископа, неподчиненного зарубежному синоду – это совершенно одно и то же, что в нашей общине подписать себе смертный приговор. Вот это решение о нашем уже, похоже, бывшем епископе Евтихии. Кавычки открываются. Члены Священного Синода Русской Православной Церкви на сегодняшнем заседании Синода постановили епископу Евтихию Курочкину быть епископом Домодедовским, векарием Московской епархии. Смотрите журнал номер 37. Согласно сегодняшнему постановлению Священного Синода, Владыка Евтихии временно будет осуществлять архипастерское окормление бывших приходов Русской и Зарубежной Церкви в России. Это постановление принято во исполнение решений, изложенных в приложении к акту о каноническом общении. В приложении к акту, подписанному Святейшим Патриархом 17 мая 2007 года указано «Действуя в духе церковной экономии, Священный Синод Русской Православной Церкви и Архиерейский Синод Русской Зарубежной Церкви предусматривают пятилетний переходный период для полного регулирования положения бывших приходов Русской Зарубежной Церкви на канонической территории Московского Патриархата посредством их вхождения в юрисдикцию местных правящих архиереев. До завершения этого срока таким приходом, не находящимся на территории самоуправляемых церквей, предоставляется возможность находиться под окормлением викария-патриарха Московской Всеруси, которым из благословения Патриарха предоставляется также возможность принимать участие в работе Архиерейского Собора и Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви по приглашению его первоиерарха». Относительно сопения в тряпочку у нас есть пример из истории Израиля, когда Бог отправил их в Вавилонский плен, а мы так и рассматриваем решение Собора о вхождении в Московскую Патриархию, то и в плену в Вавилоне дети Божии не молчали. Они там получали откровения и наставления их были не хуже, чем на родине. Пример тому пророки Иеремия, Неемия, Ездра, Аге и другие. Третья книга Ездры, 3 глава, 29 стих. «Когда я пришел сюда, видел нечестие, которым нет числа, и в этом тридцатом году пленения видит душа моя многих грешников, и изныло сердце мое». Книга Тавита, 1 глава, 10-12 стих. «Когда я отведен был в плен в Ниневию, все братья мои и одноплеменники мои ели от снеги языческих, а я соблюдал душу мою и не ел, ибо я помнил Бога всею душою моею». Книга пророка Иеремии, 1 глава, 3-го по 5 стихи. «Войдя в Вавилон, вы пробудите там многие годы и долгое время, даже до семи родов. После же сего я выведу вас оттуда с миром. Теперь вы увидите в Вавилоне богов серебряных и золотых и деревянных, носимых на плечах, внушающих страх язычникам. Берегитесь же, чтобы и вам не сделаться подобными и наплеменникам, и чтобы страх пред ними не овладел и вами. Видя толпу спереди и сзади, их поклоняющиеся перед ними, скажите в уме, тебе должно поклоняться владыка». Песнопение про вавилонских отроков, про ров Даниила – это все из Вавилона. Повторяю, что мы согласились со слезами и скорбью великой идти в плен, но не давали согласия, чтобы над нами творили беззаконие. «И на хребте нашем мужеложники сидели». Псалом 128, 3-4 стихи. «На хребте моем орали оратые, проводили длинные борозды свои. Но Господь праведен, Он рассек узы нечестивых». Мы молимся пророку Михею, чтобы дух его был с нами. 2 Параллипоменон, 18 глава, 13 стих. «И сказал Михей, жив Господь, что скажет мне Бог мой, то изрекую я». Наша община могла быть подворьем Лавра в РПЦЗ и РПЦЗ, как это всегда было во всех странах. Да и Лавр неоднократно высказывал желание, чтобы приходы РПЦЗ на территории России остались за ним. Вспоминается, когда в октябре 2001 года началось отделение от РПЦЗ не согласных на переговоры с МП. И даже не на объединение, то в православном обозрении священник Алексий Симаков писал, что «Октябрьский переворот совершился. Октябрьские криминалы предали нас». Казалось бы, мы согласились с решениями собора, но им не это нужно было, им нужна наша душа. Нам есть куда пойти, впереди прошли уже ушедшие из РПЦЗ. И таких мест не одно, но мы не хотим уходить, здесь наш дом. Да дал бы Бог до конца пройти все унижения, запреты со стороны враждующих против нас. Мы хотели бы своим согласием с решением собора показать всему миру отвратность алико-патриархии, ее сталинско-беревское нутро. Псалом 134, стих 18. Подобны им будут, кто надеется на них. Бог испытывает нас по любви своей. Первое послание Петра, 4 глава, 19 стих. «И так страждущие по воле Божией предадут Ему, как верному Создателю души Своей, делая добро». А то, что назначили пять лет, то это похоже от дерзости. Если благодатны были и законны все таинства у приходов РПЦЗ на территории России в прошлые годы, и утверждены патриархией все таинства, бывшие от Евтихия, и он сам, то явно, что и эти назначенные сугубо произвольно пять лет будут не менее согласованы с благодатью освящающей. Богу назначать время, что если не так, то мы вот так сделаем. Вот что сказала некогда женщина-героиня верой, несравненно более высокой, чем вера тогдашних правителей и первосвященников. Иудив, 8 глава, с 12 по 15 стихи. Кто же вы, искушавшие сегодня Бога и ставшие вместо Бога посреди сынов человеческих? Вот вы теперь испытуете Господа Вседержителя, но никогда ничего не узнаете, потому что вам не постигнуть глубины сердца у человека и не понять слов мысли его. Как же испытаете вы Бога, сотворившего все это, и познайте ум его, и поймете мысль его? Нет, братья, не прогневляйте Господа, Бога нашего. Ибо если Он не захочет помочь нам в эти пять дней, то Он имеет власть защитить нас в какие угодно Ему дни, или поразить нас пред лицом врагов наших. Пока будем писать в Сенатар ПЦЗ, чтобы они нас посчитали за свое подворье хотя бы, или еще какой статус нам присвоили, только чтобы нам не идти напрямую в убийственную для нас патриархию. А ныне они не удовольствовались горьким рабством нашим, но положили руки свои в руки идолов своих, чтобы не спровергнуть заповедь уст твоих, и истребить наследие твое, и заградить уста воспевающих тебя. Кто хвалит друга с раннего утра, злословящим сочтут его соседи. Хвальбе поверят, где потерян страх, забыв, каким он был еще на медне. Из панигириков и дутых словословий составят фильмы, книги и легенды. Хвалой у медных труп несчастный сломлен, нос задерет такой уже к обеду. Еще не вечер, а дороги скользки. Испортить биографию, что дважды два. Таких примеров вспомнит каждый, сколько богач вчерашний ныне голодьба. Кричали Ироду, не человек, а Бог. Заговорил с альстивейшую паствой. Он вспомнил, а был, как все у Бог, и нам, стоящим, с высоты не пасть бы. Изъеден был червями, околел гонитель и душитель христианства. Плеяды славолюбцев прошли за сотни лет, и не на пользу им хвала, она напрасна. Вдруг истины исправить поспешит, неладное заметив в поведении. Он не прикрасит, если ты, пляжив, заметив наготу, своим плащом оденет. О всех примерах, стоит ли трубить, Бога дарил чудесной добротою. О чем чиликают трусливо воробьи, им через час всем скопом не припомнить. Все Божие, что лучшее в друзьях, оно от Бога в них отобразилось. Одежда их на мне, когда озяб, с Христовой добротой мы переможем зиму. Хвалой Христу сосуды переполним, деяния добрые в нас свыше от Отца. Присвоим не свое, так и застынем с болью, придется под чужую музыку плясать. 15 апреля 2007 года. Игнатий Лапкин. Субтитры подогнал «Симон»